Аргументы и факты на Мурмане Александра Михова. Для того, чтобы на севере жить хорошо, нужно получать хорошую зарплату. Одна из острых проблем здравоохранения – это кадровый вопрос. Как известно, мы готовили материал, как раз покадриваем политики в медицине и выяснили, что врачу в Островном предлагают 29 тысяч рублей. Разве мы можем найти врача, если на столь низкую зарплату, если это отдалёнка, Клавдия Юланская уходит туда с перебоями, добраться очень тяжело. И где нам взять таких специалистов, которые захотят туда поехать? Знаете, к сожалению, проблема с медициной гораздо глубже, чем нехватка врачей. Вот я с первых дней, когда стал анализировать всю эту проблематику, и вы знаете, что медицина в топе проблем. Я бы сказал даже, что на самом деле, наверное, самая важная проблема, которая есть сегодня, то, что людей волнует. И мы, реагируя на этот набор проблем, сформулировали такой план, краткосрочный, до конца года, что мы делаем. И, кстати, в рамках реализации этого плана уже в 10 населённых пунктах открыты новые кабинеты помощи той, которая не работала. Мы в больнице уже закупили дополнительное оборудование, и сейчас нашли, так откровенно сказать, выбили дополнительные деньги, в том числе и с федерации, для того, чтобы закупить и новую машину скорой помощи, и новое оборудование, потому что это катастрофа. Но у нас абсолютно неправильно выстроена логистика, к сожалению. Что это значит? Это значит, что больше всего смертей у нас с вами от сердечно-осудистых заболеваний. Более того, смертность это выше в два раза, чем норма по России. Когда стал в деталях разбираться, почему так происходит, действительно, то есть мы везём не так быстро, мы везём не туда, мы привозим в больницы, которые не оборудованы соответствующей инфраструктурой, и там не хватает врачей. Ну и вы знаете, тема с зарплатами, она действительно оказалась скандальной, потому что все доклады, отчёты, что у нас всё хорошо с зарплатами, да, есть некоторые отставания, но этому есть там причины, опять кто-то виноват. Так, действительно, точная проверка вот так вглубь показала, что есть врачи, которые получают чуть более 20 тысяч рублей. И на такие деньги, на такие деньги, ну, вряд ли кто приедет. Более того, даже те врачи, которые получают порядка 100 тысяч рублей, но их гарантированная зарплата в виде оклада, она настолько мала, что непонятно, ты получишь или не получишь, как на тебя посмотрит тот или иной руководитель, зам главного врача, главврач. И это тоже не стимулирует, не стимулирует, не даёт определённой стабильности, хотя ты профессионал, хочешь расти и так далее. Поэтому проблема зарплаты, она действительно очень серьёзная и глобальная. Мы сейчас очень предметно занимаемся тем, как выровнять зарплату в тех медучреждениях, которых, значит, она просто неадекватно низка. Как сделать так, чтобы врачи были по-настоящему защищены? Это как раз пропорция в доходах именно гарантированной части зарплаты. И как сделать так, чтобы у этих людей, у этих врачей была адекватная мотивация продолжать работать? Потому что это в том числе связано с медоборудованием. Вот я скажу, что в Терском районе я с врачами беседовал и так далее. Молодые толковые ребята, которые приехали, отрабатывают контракт, вот у них отработан там пятилетний срок. Они говорят, Андрей Иванович, мы бы остались, но посмотрите, на каком оборудовании мы работаем. Каким я буду через два года, когда мир уходит вперед, а у нас в больнице нет возможности использовать современное оборудование? Как мне оставаться здесь, если вот я служебную квартиру получил, но заканчивается пятилетний срок, да, я получаю там подъемные, но получаю их там в конце, а права приватизировать у меня эту квартиру нет. Ну и, в общем, конечно, вот у тебя есть деньги, так как ты половину суммы получаешь в окончании контракта, вот тебя здесь ничего не держат, оборудования нет, перспективы по жилью непонятны, все. Поэтому мы приняли решение, теперь врачи смогут приватизировать свое жилье. Мы с осени пересмотрим программу на арктический доктор и будем давать деньги именно в виде подъемных, а не в виде отступных, когда они завершают свой срок. И, безусловно, мы с зарплатами разбираемся. Сейчас министр новый отрабатывает это прям точечно в тех ярких точках, в тех больных поликлиниках, больницах, в которых эта проблема остра, но, конечно, мы ее системно перенастроим, как и перенастроим логистику. И у нас с завтрашнего дня высаживается прям десант из Минздрава. У нас несколько коллег уже, таких внешних экспертов приезжали, потому что, конечно, это не просто точечное затыкание дыр, это не просто быстрое решение, которое мы сейчас реализуем, а это вопрос системной перестройки, системы здравоохранения. Я вам честно скажу, при том, что это была проблема явная и быстрое решение набора был принят, я, откровенно сказать, не ожидал глубины катастрофы в здравоохранении области. И надлежащей самой такой характеристикой является, знаете, фраза врачей. Вот я не буду называть врача и в какой больнице, я просто много езжу без предупреждения, без всяких официальных визитов. Я просто зашел в больницу, и там встречает хирург, и говорит, знаете, нам казалось в 90-е годы, что это дно. Оказалось, нет, хуже может быть. И вот эта боль, вот эта фраза, она у меня сейчас есть, и, безусловно, мы приложим, мы бросим много сил и ресурсов для того, чтобы эту проблему исправить не просто точечно, а в корне. В том числе, безусловно, тема зарплаты. Александра, вот упоминание теплохода Клавдии Иландской, кстати, это было случайно, например, или это был вопрос в вопросе? Если вы прокомментируете, то было бы неплохо. Единственное, если возвратиться к вопросу зарплат, я хотела бы еще обратить внимание на зарплаты медсестер в школах, потому что понятно, что там неполный рабочий день, потому что нет такой необходимости. Но вот в Лесозаводском, например, 6 тысяч рублей, но это же совсем, это меньше 10 тысяч в месяц человек получает. То есть вот еще и на этот спектр не только врачи, но еще и медсестры, и отдельно медсестры в школах, которые отвечают за наших детей. Ну, а по поводу Клавдии Иландской, конечно, мы вчера все читали новости, что теплоход переходит в Архангельск, как сейчас будут складываться взаимоотношения, как теперь будет транспортная доступность в островную, когда можно добраться только на Клавдии Иландской или вертолетом. Если вы прокомментируете, будет хорошо. Ну, может быть, завершая или продолжая тему зарплаты, вы тронули вопросы школ, я вам скажу, что с работниками образования у нас тоже не все сладко, не все гладко. И зарплаты работников в школах, учителей тоже вызывают массу вопросов. Там есть и в целом отставание по исполнению указа, но там есть и вот такая диспропорция, когда тоже очень много аналогичных случаев, которые мы сейчас проверяем, когда педагоги в школах тоже не получают достойные зарплаты. Это тоже отдельное. Мы в точечных случаях решаем это оперативно, но это нужно перестраивать саму систему. Что касается Клавдии Иландской, я знаю, что по этому поводу много дискуссий. Тезис первый. Мы, вот я персонально это на контроле держу. Клавдия Иландская судно старое. И морское мурманское пароходство у нас тоже, мягко сказать, не в лучшей ситуации экономической. И мы сейчас пытаемся коллегам помочь, но главная задача наша сделать так, чтобы островной не оставался без сообщения. Мы видели риски эти заранее, я вам сразу скажу, поэтому все необходимые документы, в том числе по вертолетному сообщению, приняли. Более того, если там вот недавно Клавдия Иландская, там сломалась одна деталь в двигателе, значит, и все подпрыгивали, когда там 12 или 14 человек не смогли, остались в Мурманске вместе с определенными грузами. Во-первых, мы их там в гостиницах разместили, а сейчас это 65 человек, которые на рейсе. Переход это в северное пароходство, в дочку, это очень понятное, осознанное решение. Значит, там нет таких проблем финансовых, а это значит, нет проблем с заправкой в топливом и так далее. Как страховочный вариант у нас, на готове всегда вертолетное сообщение, и как страховочный вариант для доставки грузов у нас тоже есть соответствующая договоренность с Атомфлотом, что в случае необходимости судно доставит грузы. Поэтому есть такая группа оперативная, ее возглавляет мой заместитель Кузнецова Ольга, и мы за этим внимательно следим. Действительно, произошла задержка сейчас на буквально два дня, именно связанная с организационными моментами, но мы островной и жителей не оставим без сообщения транспортного. Здесь просьба не переживать. Набор вариантов страховочных предусмотрен, нормативные акты выпущены, и в тот момент, когда судно вышло из строя, мы возили людей в вертолет. Коллеги.